Блоком и людьми он должен понимать дисциплину, нужно понимать, что такое покаяние, воспитание и так далее, и так далее. Но сегодняшние родители этого всего понимают далеко не так, как мы бы хотели, поэтому я вижу эту ситуацию безвыходной. Попробуйте запретить, например, на уровне Министерства образования празднование филовина в наших школах. Вы не представляете, какой будет такой мега-мега выброс фекалий в прессе, обвинение в мракобесии всех и вся. У детей праздник забирают, детям не разрешают в черте одеться. Праздник забрали, у ребенка счастье забрали, детство перечеркивают. Да, да. И детские конкурсы красоты, и вот эти все там, значит, вот эти все со сценой связаны, эти все эти вот. Я не вижу здесь выхода, как бы, значит, жизнь заключается совершенно в другом на самом деле. Но кто хочет слушать, в чем заключается жизнь? Только тот, кто имеет совесть и слушается, как-то слушается Господа, но этих людей слишком мало в нашей стране. Нас здесь очень много, но, в принципе, в процентной доле в нашей стране нас не так уж много, к сожалению. Вот интересный вопрос. Как относиться православию к старообрядцам, баптистам, свидетелями Его? Все вместе смешали? Старообрядцам, баптистам, свидетелями Его. Слушайте, ну вот это тоже показатель, как бы, нашего мышления. То есть, как мы, старообрядцы, вообще-то наши друзья, это люди, которые сохранили нам в каком-то таком, сохранив более-менее урезанном виде, образ, типаж русского православного человека до Никоновской эпохи. То есть, там, до какого-то, до 16 века, да? Это нормальные люди, это наши люди, то есть, такими мы были сами, если бы жили тогда, в те годы, как бы, старообрядцы. Это наши братья, особенно единоверцы, которые веруют так же, как мы, просто сохраняют некоторые особенности богослужения. Баптисты, это самые невинные протестанты. Самые невинные протестанты. Это не харизматы, не пятидесятники, не какие-нибудь мормоны там, не те же самые святые Иеговы, которые просто богохульники у действующего толка. Это богохульники. Они хулят Духа Святого, хулят Деву Марию, хулят все догматы, отрицают воскресение мертвых, всеобщее воскресение мертвых. И многое, посмертное бытие души отрицают, и многое, то есть, это просто неспровергатели Евангелия. Это, значит, Иегово Фитнес. Фитнес. Вот, а это самое. А баптисты самые невинные, самые невинные протестанты. Все, что у них есть в их храссинале, это любовь к Иисусу Христу, вера в Святую Троицу, молитва Господу и покаяние в грехах. Все очень члено, спокойно, смиренно. И те люди, которые сначала попали к баптистам, а потом попали в православную церковь, это очень хорошие прихожане. Многие из нас ведь не сразу попали в православную церковь. Кому-то повелось быть у кришнаитов. Кого-то занесла нелегкая каким-то китайским, там, ушу, феншуй, там, что-то еще там. Кого-то, значит, загнали черты, значит, какой-то там индуизм. Кто-то там, не знаю, что еще творил там. Кто что творил, тут непонятно. У нас же просто так в православие не приходит. Сначала они, понимаешь, обнюхают все мусорники, значит, а потом придут в родную церковь. А что не так? Вначале были аплодисменты. Я чувствую, что пора завязывать. Будем воспринимать последние аплодисменты как это самое, как приближение к финалу. Так вот, люди прошли через массу, у нас чистых православных очень мало. Наши православные, это мало то, что это грешники, пришедшие к Богу в зрелом возрасте. Это еще и грешники, которые полазали по разным вероучениям. А потом уже пришли, и это очень ценно, потому что вас уже не собьешь. Что вы там были, это знаете, то понюхали, то поели, то полизали, значит, уже вас тошнило, и вы уже знаете, что нет, все, я к Матушке Богородице, я к Ивану Хронштадтскому, я к Матушке Ксении, я на Всенощную, я вот на Литургию Святую, я на Пасху, я к Храму, Храму, Храму. То есть это уже тоже ценно, потому что вы попробовали. Так вот, те, которые были у баптистов, а потом пришли обратно в Церковь Святую, в Родную, в Милую, в Святую, в Православную, в Соборную, в Апостольскую, они самые лучшие, они самые здоровые на голову, они менее травмированные. Уже баптисты плохому никого не научат. Это самые спокойные, нормальные протестанты, очень близкие к нам, кстати. То есть они запрещают прыгать на службах своих, там, этих, там, плясать под синтезатор. У них все очень чинно. Они себе там, женщины все в платочках, они там, как бы, не пьют, не курят, там, по восемь детей рожают, Евангелию читают, как бы, значит, и ведут себя скоро. Работают хорошо, обычно руками работают, штукатурят, там, красят, там, бригада штукатурого баптистов, бригада каких-нибудь, там, плотников баптистов. Я к ним очень хорошо отношусь, потому что я вижу в них очень близких к нам людей. Они и ушли-то из православной церкви только по одной причине, многие из них, что они не слышали в православной церкви проповеди Евангелия. Я однажды, помню, в Крым уехал, когда с семьей мы отдыхали, ехали на машине, и бабуленька такая, там, тормозила, она по дороге говорит, подвезешь меня, милый, там, туда, там, недалеко, там, пару километров. И она села и начала рассказывать. Я был, конечно, безрясный, я был просто в майке, и за ловрем, ну, жара, лето, Крым. Это самое, она говорит, я вот, раз тут наша церковь, говорит, такая хорошая церковь, я туда хожу, там, причащаюсь, там, все, а там вот баптистская церковь, я говорю, туда тоже хожу. Слушайте, что она бачит, а мне интересно, она сама рассказывает. Никто из языка не тянет, она сама рассказывает. Она говорит, я православная, я люблю нашу церковь, я причащаюсь, я вот умолюсь, я все, там, всю, каждую иконку поцелую, там, все на свечечку, там, в кружку кину, копейки. Но у нас, говорит, не проповедуют, а у баптистов проповедуют. Мне так интересно послушать про Господа Иисуса Христа, это все, если я приду, там, на лавку сяду, себе в уголочек, вот. И они там, они плохого не говорят, они его любят, Иисуса Христа, они говорят, что он там говорил, там, что он исцелял, там, ходил, там, пройдет. А я слушаю, мне интересно, говорит, говорит, если бы наш батюшка проповедовал, то я бы не ходила бы к этим баптистам. Но я так вот хожу к ним, потому что мне нравится послушать про Господа Иисуса Христа. Слышите? Я, мы, мы ехали, мы, мы закаменели, ехали, слушали ее, и, конечно, сделали самые головокрустные выводы, как бы это. Вот наша Русь святая, понимаете? То есть, действительно, в некоторых храмах не говорят про Господа Иисуса Христа, а людям хочется послушать про Господа Иисуса Христа. Как он ходил, как он исцелял, там, что он думал, что он делал, там, как он сделал, то сказал, то. Людям интересно, потому что про Иисуса Христа это самая сладкая вообще песня, это самое сладкое имя, самый интересный рассказ. Вот даже такие вещи у нас бывают, понимаете? Поэтому, поэтому, яговисты, баптисты и старобрядцы, это вообще три вселенные совершенно разные. И, конечно, старобрядцы это просто наши братья, баптисты это самые близкие протестанты и всех остальных к нам, а яговисты это враги Святой Церкви, вот и все. В одно погружение. Мы не принимаем их крещение. Крещение баптистов мы не принимаем. Мы баптисты, те, кто крещены в баптизме и не были крещены в православии, мы их крестим, как положено, троекратным погружением. И миропомазываем, то есть мы их принимаем, как оглашенных. Как людей, которые изучили Писание, уверовали в Господа, и, в принципе, знают наши догматы. Они веруют в то, что Бог есть Троица, Отец, Сын, Дух Святой. У них очень много таких здравых вещей, таких совершенно нормальных, необходимых для нас. Но крещение мы их не принимаем. Допустим, католика с православной венчать можно, или католичку с православной, а баптистку, например, с православной венчать нельзя, ни в коем случае. Ни при каком случае. Сначала крестить, потом венчать, да. Крестить нужно. Тут, вы знаете, мне тут шепнули на ухо, что эта песня хороша, но пора и совесть иметь. Вам пора... Давайте вы подошли к микрофону, мы уважим вас. Очень много вопросов не остались отличными, я извиняюсь. Это просто, ну, слушайте. Давайте, да? Ага. Хорошо, ладно, давайте. Весь город объявлен объявлением о свободной любви. Ну, вот дети подрастут и скажут, а, я знаю, что такое любовь, это на каждом столбе. Вот как с этим бороться, и что можно сделать? Никак, милая, с этим бороться нельзя, к сожалению. Это и в Петербурге этого довольно много. Я, допустим, больше ни в одном городе России, например, на асфальте, номеров телефонов, там, типа, жена на два часа. Вы послушали. В Петербурге, да, на асфальте пишут. Да, на столбах, на асфальте, на стенах. То есть больше в городах России такого нигде не видал. Но, ну, что ты сделаешь с этим? Я думаю, что там, где умножился грех, как написано, там благодать приумножилась. То есть там, где, как написано у пророков, не радуйся обо мне, неприятельница моя. Хотя я упал, я встану. И хотя я во тьме, но Господь свет для меня. Не всегда будет мрак там, где он сегодня огустел. То есть Петербург, это же город трех революций. То есть здесь дьявол разгулялся в свое время через кровь, бомбы, штыки и всякие другие пыточные безобразия. А потом, когда все стало спокойно, и никто не стреляет, как бы дьявол разгулялся через блуд, разврат, как бы и всякие безобразия уже другого характера, более подходящие к мирной жизни. Это все зависит от того, как мы будем молиться. Блудницы были всегда. Блудниц было иногда очень много. В некоторых городах, таких как Рим или Александрия, блудницы исчислялись сотнями, иногда тысячами. Например, в 12 веке в Венеции, при общем количестве жителей в 50 тысяч населения, блудниц было 12 тысяч, что ли, в кошмарное количество. Я вот недавно читал там про одного этого самого ДОЖа, историческую справку про 13 век, про Венецию. Да там было что-то на каждые пять человек одна блудница. Ну, портовый город. Просто там заезжали, поставили на эти, как бы пришли, там эти матросики, и они матросили, и там было просто где-то тысячи, тысячи, тысячи этих блудниц. Были святые, которые всю свою жизнь полагали на то, чтобы их спасти. Например, я советую вам прочесть житие Виталия Цареградца, Виталия Александрийского. Удивительное свое житие. Как человек 60-летнего возраста пришел из пустыни в Александрию, переписал в синодик всех блудниц Александрии, целую пухлую папку составил такую, стал за них молиться, потом стал работать каждый день, носить тяжести, рубить дрова, возить уголь, выгребать нечистоты, и заработанную плату относил в один из публичных домов, и оставался с девушкой на ночь, беря с нее клятву, что он никому ничего не расскажет. Платил ей за ночь, говорит, ты ложись, отдыхай, я помолюсь за тебя. И всю ночь стоял на молитве. А потом утром говорил ей, дай тебе еще одну цену одной ночи, пожалуйста, в этот день останься в чистоте. И он так годами обходил все публичные дома Александрии, а там их было очень много, судя по всему. И он занимался этим в течение долгих лет. И там целая драматическая история, как его потом заметили, его выходя из публичного дома, и побили его, думали, что монах позорит монашеское звание, а потом оказалось, что там половина публичного дома опустела, потому что женщины, у которых он ночевал, у них просыпалась совесть, они уходили из этих домов. То есть у истории проституции есть много интересных страниц. Хотя бы даже яму Куприна прочитайте на всякий случай, это очень красивое, глубокое, прочувствованное, сострадательное произведение, которое пытается показать этих падших женщин с точки зрения того, почему они там, и зачем это все нужно. И как это так опозорился человек, чтобы таинство любви вот так вот позорить каждый день с новым клиентом по 80 раз. В общем, об этом стоит думать просто. Всегда люди должны сначала подумать, почитать, подумать, помолиться, потом поплакать, а потом что-нибудь решиться. Это касается и Петербурга, и Гонконга, и Нью-Йорка, и Москвы, и Хацапетовки. Уже везде есть свои блудницы, кстати. Не только в Петербурге, в Хацапетовке они тоже есть. К сожалению. То есть, конечно, это вечная тема человеческой истории. Воровство, братоубийство, блуд, ну и все остальное. Это такая природа человеческая после крихопадения. Что думаете, Петербург хуже всего, что ли? Надо, чтобы мы вот этой массой всей своей как-то вот покаялись, да, чтобы они тоже... Они же тоже каются, кстати. И некоторые из них приползают в храм в слезах. И некоторые из них меняют свою жизнь. И некоторым удается выйти замуж. Они же тоже люди, у них же тоже есть совесть. Некоторые из них верующие. Там вообще кошмар какой-то тоже происходит. Так что это вообще большая тема. Здесь ее так вот просто так не решишь. Это люди. И те, кто к ним ходят, это люди. И те, кто их принимает у себя, это люди. И это очень страшная тема вообще. Так что... Так что, так что, так что, так что вот так вот. Ну что, ну вот мы... Дай бы этот ангелий, я прошу вас, если придется, мне не будет такой берег. Привет, это тоже подарочный. Хорошо, друзья мои. Я еще раз извиняюсь за то, что я не могу ответить физически на все вопросы. Я надеюсь, что милосердный Бог как-то вам положит на сердце какие-то ответы другими путями. Вот. Я благодарю вас за такое многолюдное собрание. И надеюсь, что мы с вами в полной мере понесем на себе тяжесть исправления церковной жизни так, чтобы наша Русь опять была такой, чтобы мы могли сказать это святая Русь. Помогаю вам тоже. Мы благодарим отца Андрея и дорогие братья и сестры. Кто хочет приобрести книжную продукцию? Если смотреть детцом на сцену, то это с левой стороны. А с правой стороной сейчас будет автограф-сессия. Просьба сохранять организованность, спокойствие. Сейчас мы разместим... Продолжение следует...